СЛУДСК ТВ Участницы девочки от 5 до 6 лет поразили всех своим талантом, артистизмом и фантазией. Жюри было очень непросто оценивать конкурсанток, так как все малышки были на высоте. Ко дню защиты детей в Слудском дворце молодежи прошла конкурсная программа «Мисс Малютка». Пять талантливых девчонок боролись за главный титул. Выступление Анастасии Зайцевой, Варвары Нестерчук, Полины Протасени, Ксении Муллер и Устини Нагорной жюри оценивало по 10-бальной системе. Очень любит читать стихи, рисовать и плавать. В свободное время любит кататься на роликах, хочет стать настоящим человеком. Первый тур – визитная карточка, видеопрезентация и свободный диалог, где зрители и жюри познакомились с девочками поближе. Любишь мороженое, любишь сладкое? А кем хочешь быть, когда вырастешь? Я буду мамой-женщиной, воспитательницей и училкой. «Ой, молодец какая! Супер! Класс! Скажи, пожалуйста, а ты любишь современные песни? Песенки?» «Да». «Да, вот у меня есть одна песня такая любимая. Давай вместе попробуем спеть. «Не забудь-ка, не слышала такая?» «Не забудь-ка, мой любимый цветок, во всем мне поцелуй, что мне самый уроки. Ты можешь говорить, что я тебя люблю, можешь говорить только, а не девчонки». «Браво! Аплодисменты!» Название второго тура говорит само за себя. «Творческий». Тихонечко марычат и тоненько печат. Семь бансиков, всем хвостиков, Семь розовеньким носиком, Семь пётиких, пушистиких, Семь маленьких котят. Василёчки, Василёчки, Уждитнем порезаться, Третий тур перевоплощения. Кот Леопольд, непоседливая Маша и её друзья, Великолепная тройка во главе с оптимистичным и жизнерадостным балбесом, Очаровательная Баба-Яга и неподражаемый Папандопула Вызвали у зрителей буря эмоций. В Одессе жил, купался в море я чёрном, Знали на пляже все меня. Куплеты пел, играть умел на гитаре, Любовью я играл шутя. Картина ясная, любовь несчастная, А сердце страстное горит в груди. Картина ясная, Одесса красная, И мне с Одессой той не по пути. Ты же вундеркинд. А шо это такое? А чёрт её знает. В финальном туре девочки блистали в интересных образах. Наряды заморский цветок, Королева льда, Вульганочка, Платье ассорти и воздушная рапсодия Были сделаны из пакетов, шаров, стаканов, Мешковины и других необычных аксессуаров. Жюри долго не могло определиться с победительницей. Все девочки были великолепны и блистательны. В итоге, Мисс Нежность Анастасия Зайцева, Мисс Оригинальность Ксения Муллер, Мисс Артистичность Варвара Мистерчук, Мисс Очарование Устинья Нагорная, Мисс Малютка 2021 Полина Протасеня. Паплодисменты всем девчонкам! Они все даты на экран, Они все принцессы, Они все красавицы, Они все сегодня победители. Поздравляем девчонок и их родителей. Также на одном дыхании на выходных в Козловичах прошло шоу маленьких джентльменов. После предварительного отбора в финал вышли семь участников. Максим Сидорович, Михаил Варшавеня, Глеб Евсюк, Ярослав Якимович, Александр Маковский, Максим Носевич и Артем Василевский. Мальчики в возрасте от 6 до 9 лет очень творчески представили свои большие мечты. Детям вручили подарки, а сами участники шоу получили непередаваемые чувства и эмоции. Уважаемые жители Слудска и Слудского района, коронавирус не дремлет и после небольшого затишья опять может проявить себя, накрыв очередной волной. Поэтому лучше быть готовым. В Слудской центральной районной больнице можно бесплатно за счет бюджета сделать прививку от COVID-19. В наличии есть российская спутник ВИИ и новая партия китайской вакцины. Сделать прививку от COVID-19 сегодня можно всем желающим старше 18 лет бесплатно. И не только в поликлинике. Прививаются у нас во взрослой поликлинике, прививаются у нас пациенты на дому, по месту работы и прививаются у нас на базе медколледжа, открыт прививочный пункт. Значит, можно привиться на базе Слудской ЦРБ с 9 до 19.00 в рабочие дни прийти. И по субботам мы прививаем с 9 до 2 часов. Обращаться в 215 кабинет. Медколледж наша организована работа с 12 часов до 19.00. Чтобы привиться дома, нужно связаться по телефону организованного взрослой поликлиники 7.17.44. Можно выйти на сайт Слудской ЦРБ и также записаться на прививку на дому. Можно связаться с лечащим врачом своего участка, с медсестрой или помощником врача. Мы выезжаем на дому и на дому прививаемся первым компонентом и вторым. Все проходит максимально быстро. Карточка в регистратуре. Прививочный кабинет 215. Регистрация и осмотр терапевта. Итог – прививка. Медработники говорят, что в начале вакцинации в день прививали бывало около 200 человек. Сейчас меньше. Так что воспользуйтесь шансом. На данный момент в Слудском районе привито более 6 тысяч человек. В плане у нас привит 60% населения Слудска и Слудского района. Почти 75% работников медицинских, работников Слудской ЦРБ у нас на данный момент уже привито. В наличии вакцина китайского производства и российская «Спутник Ви». И та, и другая вакцина состоит из двух компонентов. Первый компонент вводится через 21 день. Второй компонент. Значит, не менее 21 дня. Можно прививаться и на 30-й, и на 40-й, и на 50-й. Наши коллеги говорят, что чем позже введен второй компонент, тем длительнее иммунитет и тем выше концентрация детей к коронавирусной инфекции. Поэтому не бояться, если на 21 день вы не привиты. Тяжелых осложнений у нас не было. Никто после прививок не был госпитализирован либо поступил в реанимацию. Были температуры. Температуры были невысокие, до 38 градусов, а так в основном 37-37,1. И пациентов беспокоило ломота в теле. Но это буквально один день после прививки. Поэтому мы рекомендуем при таких реакциях просто выпивать таблетку процитамола. Прививка против COVID-19 показана не всем. Противопоказаниями являются острые заболевания простудные, хронические заболевания в стадии обострения, прием цитостатических препаратов, гормоны глюкокортикостероидного ряда. И в общем-то все. Кому вы особо рекомендовали бы сделать прививку? Особо рекомендовали бы людям, которые тяжело перенесли коронавирусную инфекцию, людям с хроническими заболеваниями и пожилым людям, которые составляют самый угрожаемый контингент и тяжело болеют коронавирусной инфекцией. По протоколу не рекомендуют прививаться, если прошло менее трех месяцев после того, как вы переболели коронавирусом. Медработники напоминают о возможном следующем подъеме заболеваемости COVID-19 и призывают позаботиться о своем здоровье. Впереди у нас отпускная компания, все собираются на отдых, планируются какие-то переезды, поэтому очень важно и актуально перед отдыхом запланировать прививку. Привившись, вы можете даже получить сертификат. На данный момент сертификат выдается на бесплатной основе с двух до четырех, в 215 кабинете. В сертификате предоставляется информация, кто у вас привил, где привил, чем привил и даты прививки. Кроме того, на сертификате мы печатаем QR-код, который мы через смартфон вы можете открыть на любом участке границы и предоставить свои данные о прививке. Поэтому, дорогие случайне, мы приглашаем вас на прививку. Мы вас ждем! 180 новобранцев приняли присягу в 30-й отдельной железнодорожной бригаде в Слуцке. В торжественном мероприятии принял участие начальник Департамента Транспортного обеспечения Министерства обороны Республики Беларусь генерал-майор Юрий Шпаковский, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Валентина Рожанец. Также присутствовали почетный солдат автомобильной роты 174-го отдельного железнодорожного батальона механизации генерал-майор Анатолий Степук, исполняющий обязанности военного комиссара Слуцкого из Стародорожского районов подполковник Юрий Пигулевский, настоятель прихода храма святого благоверного князя Александра Невского Сергий Рында. Мастер производственного обучения Слуцкого государственного сельскохозяйственного профессионального лицея Иван Сергеевич Чирский лучший сварщик 2021 года среди педагогических работников учреждения профессионального образования Минской области. В конкурсе приняли участие мастера производственного обучения из 12 учреждений образования Минщины. Слуцкий государственный сельскохозяйственный профессиональный лицей, территория качественной профессиональной подготовки рабочих кадров объявляют прием учащихся в 2021 году по специальностям. Прием документов осуществляется с 15 июня по 20 августа 2021 года. Справки по телефону 8 017 95 7 90 77. 19 июня на случай не пройдет районный этап республиканского семейного сельскохозяйственного проекта «Властелин села 2021». Мероприятие пройдет на площадке возле Козловического сельского дома культуры. Есть вопрос? Звоните. Известен график проведения прямых телефонных линий. Так, 17 июня с 14 до 16 по телефону 2 83 59 прямую линию по соблюдению требований санитарно-эпидемиологического законодательства Республики Беларусь проведет главный государственный санитарный врач Слуцкого района Павел Валерьевич Кучко. Уважаемые случайне, в соответствии с законодательством об обращениях граждан при обращении на прямую линию необходимо указывать фамилию, имя, отчество и данные о месте жительства и работы или учебы. Анонимные обращения не рассматриваются. До конца выходных в некоторых районах Слуцка будет отсутствовать горячая вода. Причина в проведении участков газопровода ремонтных работ. Будет прекращена подача газа на городские котельные номер 2, номер 4, Лобана, вокзальные номер 13, номер 12, льнозавод, Кадетское училище и улица Советская. Случанка Анастасия Прокопенко стала чемпионкой мира в Каире на чемпионате мира по современному пятиборью. 35-летняя воспитанница Слуцка, специализированная детско-юношеской школой Олимпийского резерва, воспитывает двоих детей. И это уже ее второе личное золото. Первое было на чемпионате мира 2018 года в Мексике. Кроме того, у Случанки бронза Олимпийских игр в Пекине. Напомним, что белорусские пятиборки выигрывают чемпионат мира уже в третий раз подряд. На Слуцком стадионе по техническим видам спорта жарко каждые выходные. Соревнования по автоспорту, этапы по дрифту, Джим Хана не скучает. Практически каждые выходные у нас проходят соревнования по этому спорту. И этот уикенд не стал исключением. 12 июня состоялся стартовый этап Джим Хана Драйв, если по-простому зрелищного автомобильного маневрирования. Субтитры создавал DimaTorzok 11 июня резервисты Слуцка набрали три очка во время встречи с дублерами Сморгони, уверенно победив со счетом 3-0. Некоторые из игроков дружины Александра Гордеичика уже попробовали свои силы в составе основы в прошлом сезоне. Кого-то подтягивают на тренировки взрослых, а в команде дублеров пробуют свои силы молодые игроки. Болельщики ждут, когда в составе будет больше своих слуцких футболистов. Саша Заяц и Вадим Целуйко влились в резервную команду Слуцка пару лет назад. Они одни из самых молодых игроков. В следующем году оба заканчивают школу и мечтают поиграть в европейских топ-клубах. Как говорится, плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. А начинали ребята, как и большинство любителей, игры номер один. Все началось со двора. Мы с друзьями играли во дворе. Потом бывало так, что к нам приходили ребята постарше и такие, ну, уходите, там, мы лучшие гранды и все. Ну и как-то хотелось играть с ними наравне и даже лучше. Поэтому мне друг сказал, что есть у нас секция по футболу. Но вот я записался и мне понравилось как-то. На тот момент было 8 лет. Я вот сразу пошел. Мама тогда и сама не знала, что у нас есть такое. Ну и как-то так вот получилось. И все, я вот до сих пор занимаюсь, нравится. Классно, Саша. Про четыре дерева расскажи. А, да, во дворе стояло четыре дерева, так, друг напротив друга, там, два на два. Да и все, и посередине еще дерево стояло, так, мы такие, ну, сильно мешать нам не будет. Может, даже интереснее будет. Да и все, так и играли в футбол, так. Сашу Зайца к футболу привлек брат. Он ходил со старшими гулять, а я тогда был маленький, он с собой меня не брал. Но попозже, когда я уже вырос, он начал брать меня с собой со старшими, я познакомился со всеми старшими. Из них оказался один футболист, который уже занимается футболом. И он со мной начал, то есть, меня всегда в команду свою брать, то есть, увидел во мне что-то, наверное. Ну, вот мы всегда были вдвоем, даже вдвоем против троих и четверых, и мы всегда выигрывали. У нас была маленькая площадка, мы хотели новую, и мы построили сами, мы делали сами площадку, и просто построили сами площадку, сделали ворота, приварили их. И потом сказал то, что, типа, когда мне уже стало побольше, он сказал, что можно пойти в секцию по футболу заниматься, и я пошел заниматься в секцию по футболу. Мне тогда было 7 лет, а через 2 дня мне уже стало 8. В Дюш-Слуцк, оказывается, когда-то был тренером наш вратарь Илья Броновец. Саша занимался вначале у него. Потом он отдал нас, и Александр Николаевич Ромашко был мой уже, так можно сказать, первый тренер. Я занимался достаточно долго у него, мы тоже ездили на всякие соревнования, занимали как и первые, вторые места, так и третьи. То, что выигрывали, всегда получали медали, кубки, также личные награды тоже были, забирали лучшего игрока и лучшего игрока турнира, ну, команды там, ну и так далее. У Вадима на протяжении всего времени тренер один – Александр Владимирович Гордейчук. А парня на различных соревнованиях признавали и лучшим игроком турнира, и лучшим в команде. Пример брали наши юные спортсмены самых известных футболистов. В детстве был Златан Ибрагимович, просто я любил его. Решая такой был, почти самый высокий в команде, и он мне так нравился, и характером своим, и на поле, как он себя вел, вообще мне очень нравилось. И за PSG болел, так как он там играл. А потом, когда вырос, уже начал нравиться Барселона, за Ливерпулем тоже следил, ну и слежу. Ну, вот как-то так. Ну, у меня была всегда Барселона, она была с детства у меня в сердце, так сказать. Любимый игрок был Месси на тот момент, но когда я вырос, уже поменялось мое все. И не было любимой команды, ее так-то нет. Так вот, болею за Тортонскую Барущую, там, или за PSG, ну вот так вот, нравится команда такая мне. А из Луцкой им импонируют Сергей Глебко и Денис Образов. Тренироваться, заниматься спортом профессионально – это большой труд. Тренировки у нас проходят каждый день. Тренировочный процесс у нас начинается с того, с беговой разминки. Дальше у нас растяжка идет, чтобы меньше травм было. Бывает работа на выносливость или работа на какую-нибудь технику передачи, или на прием мяча, допустим, или на скорость на выносливое, то есть, чтобы развивалось. Потом у нас будет основная работа, это может быть какая-нибудь игра или атаки на завершение. И, может быть, в конце мы заиграем в футбол или в какое-нибудь упражнение, допустим, аквариум, там, 2-2, 3 в Твери, или в игру в разных составах, чтобы интересно было. Музыка и поддержка тренера очень важны перед игрой. Когда мы едем на игру, мы, естественно, музыку слушаем, чтобы, ну, как-то подбодриться. Потом на установке, естественно, нас тренер поддерживает, подсказывает, еще раз повторяет, чтобы мы, ну, еще раз вспомнили, какие планы у нас на игру. Ну и все, как бы перед игрой мы еще вместе с командой собираемся, поддерживаем друг друга. Ну и выходим на игру и стараемся выложиться по полной. Ну и командный дух, как без этого? Перед стартом команда собирается в круг. Мы обсуждаем то, чтобы никто не боялся, не тресся, играл уверенно, и чтобы на выдохе, вот когда мы вот это делаем, чтобы просто выдохло все, чтобы все, ну... Чтобы все прошло. Да. Не всегда удается выполнить план, на игру не всегда бывают победы. Если у нас не получается выиграть, тренер не будет, нам в раздевалке прям, дословно, на личности переходить. Он так, слегка подпихнет и больше даже поддержит, скажет то, что, типа, игра уже сыграна, так что, типа, сильно не расстраивайтесь, типа, вот такое. Больше поддерживает, больше подбадривает. А из ребят, которые постарше из игроков, кто-то может напихать и в процессе тренировки, и потом, если что-то не получается по ходу игры? Да, могут. Подбадривают, знаешь, молодежь, можно так сказать. Это неотъемливая часть этого пихича. Он обязан быть в команде, без него никак не кажется. Футбол – это здорово, но и учебу ребята стараются не запускать. Учусь в средней школе номер пять. Учусь неплохо, так скажем, до футболиста сойдет. Сложно ли совмещать? Потому что, ну, отучиться… Ну, когда был юный, было тяжело довольно, а сейчас уже привыкаешь к этому всему. И желание еще есть, поэтому не так уж и тяжело. Как у тебя, Саша, с учебой? Ну, у меня тоже все нормально, все хорошо достаточно. Ну, я учусь в средней школе номер двенадцать. До этого учился все девять лет в десятой школе. Я не успевал в десятой школе, мне было трудно. Когда тренировки, особенно пораньше, там в три часа, я не успевал со школой. Мне приходилось отпрашиваться с двух уроков. Из-за этого я перешел в двенадцатую школу. Так мне намного легче и удобнее ездить. Можно сразу из школы на тренировку? Да, я так и делаю. Я беру себе вещи на тренировку и просто заранее отношу их сразу в раздевалку и потом иду в школу. Учителя к спортсменам говорят, они относятся с пониманием. До окончания школы ребятам еще год. Вадим пока не определился с дальнейшим образованием. Саша нацеливается на БГУ, ФК. А занятия футболом дают многое, считают парни. Стал больше, быстрее думать, так сказать. Потому что на футболе нужно принимать быстрые решения. Добавил, можно сказать, и физически. Бывало такое, что я когда начинал футболом заниматься, что мне было лень встать, поджиматься, поприседать и прочее. Футбол мне дал дух, что надо, стоишь. Потому что ты будешь лучше с каждым днем, с каждой тренировкой ты будешь лучше. Футбол привлечил меня к дисциплине, к распорядку. То, что у меня каждый день расписан, абсолютно каждый. Случане делают первые серьезные шаги в спорте, но уже знают, что нужно, чтобы стать профессионалом. Самое главное усердно – быть серьезным на тренировках, относиться к своему делу профессионально и всегда заниматься, всегда даваться полностью спорту. Работать, слушать примеры особенно. И где-то можно индивидуально позаниматься, чтобы где-то прокачаться в плане техники, в плане видения поля. Как и всякому спортсмену, им хочется ощущать поддержку на трибунах. Классно, когда есть трибуны, есть люди, которые смотрят, которым нравится футбол. Которым можно играть красиво и всегда нравится, когда приходит, допустим, основная команда или помладше, смотрит, как вы играете и всегда хочется ради чего-то стараться. Или, допустим, тренер придет как-нибудь ради чего-то, чтобы показать, что ты можешь что-то, чтобы пробиться и хочешь. Приходите на игру нашей команды. Мы всегда будем стараться только для вас и показывать вам красивую игру. В продолжении футбольной темы. Сейчас все внимание мужчин приковывает чемпионат Европы по футболу. Мы добавили мимимишности к любимой игре сильного пола и нашли маленьких предсказателей Евро-2020. Наследники осьминога Пауля. Перед каждым большим футбольным первенством в разных странах появляются животные предсказатели, которые угадывают исход футбольных поединков. Среди самых известных осьминог, слониха, медведь, выдра и черепаха. В Слуцке результаты матчей Евро предсказывают щенки и каски. Матч России в Финляндии, видимо, обещает стать скучным с небольшим количеством моментов. Малыш все-таки миску сборной России везнул, поэтому, возможно, 1-0 в пользу наших соседей. Поединок Турция-Уэльс. Скорее всего, также безголевая игра с небольшим количеством опасных моментов. Хотя, возможно, и победа сборной Уэльса. Португалия-Германия. Судя по поведению малыша Хаски, обе команды забьют. И, скорее всего, команда Криштиану Роналду отправит немцев на третье место в группе. Ну и самое интересное. Нам все-таки удалось определить победителей Евро. Среди 24 сборных, представленных на чемпионате Европы, щенки задели флаг сборной Нидерландов. А голландцы в этом сезоне в ударе. Поэтому вполне логичный результат. И наши маленькие букмекеры могут попасть в цель. Ну и самый главный итог. Малыши Хаски футболу и собачьему корму предпочитают мамки на молоко. Это и правильно. Любите футбол и братьев наших меньших. Малыши Хаски футболу и собачьему корму предпочитают мамки на молоко. А сейчас традиционно о погоде. Синоптики прогнозируют до 29 градусов тепла на выходных. 17 июня ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-восточный 4,9 м в секунду. Температура воздуха минимальная ночью плюс 5, плюс 10. Максимальная днем плюс 18, плюс 23. 18 июня ожидается облачность с прояснениями погоды без осадков. Ветер ночью неустойчивый, слабый днем северо-восточный 4,9 м в секунду. Температура воздуха минимальная ночью плюс 6, плюс 11. Максимальная днем плюс 23, плюс 28. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok